Привет всем, Леонид Котвицкий. Итак, такой вопрос. Может ли Денис Цыпленков победить Девана Варата? Если кто не в курсе, Денис Цыпленков это очень мощный спортсмен, который в свое время стал чемпионом мира среди профессионалов по армрестлингу, поборол всех топовых спортсменов. В то же время он в свое время поборол Девана Варата на левую руку. Как бы Деван сейчас заявляет, что он всегда хотел на правую, правая у него мощнее. Вот так и так, но победил тогда Денис его просто разгромно. Сейчас Деван Варат намного сильнее, он явно уже серьезно сидит на препаратах, что раньше у него если и было, то так слегка и скрытно. И теперь Денис Цыпленков, который почти 5 лет болеет и нигде не выступал, только недавно вышел, поборол Джона Берзенка, но это как бы не показатель. Джон Берзенк гораздо слабее Девана Варата, скажем так. И сейчас Денис готовится бороться с Деваном Варатом. Деван Варат сейчас, ну, можно сказать, топ-3 в мире. Так, вот, значит, есть только два человека, которые его побороли на правую руку. Ну и вот, ведутся куча споров, так, сможет ли Денис победить и так далее, и так далее. И там начинают рассматривать технику, того сильнее кисти, ему надо это подогнать, этому надо это подогнать и так далее, и так далее. Вот, я хочу сказать то, что я вот как-то так ни разу видел, не увидел, чтобы кто-то это вспомнил. Значит, смотрите, что надо вспомнить про Дениса. Денис не только занимался армом, он параллельно с армрестлингом, так, с... Даже, можно сказать, армрестлинг у него был параллельно с этим. Он занимался силовым экстримом, да, то есть, кто знает, это стронгмены. Вот, там подъемы здоровенных камней, там бег с различными, там, коромыслами, и ношение двух 100-килограммовых чемоданов на расстояние и на скорость, там, и так далее, и так далее. Подъем больших весов, в то же время и на скорость, и на выносливость, там, очень серьезные нагрузки. Ну, и параллельно, там, перетягивание каната, там, и прочие развлекательные вещи. Денис просто фанател от этого всего, и он параллельно с армрестлингом занимался этим. И его организм вытягивал, что интересно. Да, он не был, там, прям, топовым силовым экстрималом, там, России или мира. Ну, тут надо еще вспомнить, что он изначально и не имел такой, прям, базы. Так, по Владлифтерской у него не было. Вот, ну, и рост у него все-таки не такой, чтобы быть топом. Там, двухметровые мужики, да, метр 80, это, там, прям, уже маленький, да, для такого экстрима. И вот, но он выступал, да, в серьезных соревнованиях, это, прям, было очень мощно. И он, параллельно с тем, что он имел, там, бухстинь, бицепс 60 сантиметров в диаметре, так он, когда к нему ездил Кокляев с интервью, так у него бедро 79 сантиметров. Это просто представить, какая масса мышц была в ногах, в спине и так далее. И что интересно, его организм вытягивал одновременно все это. Занимаясь этим силовым экстримом, он еще и смог стать чемпионом мира парбреслингу. То есть, какие это ресурсы организма мощные, так, вот. Понятно, что, может быть, перед самим уже соревнованием парбреслинг он немного спустил эти силовые, но чтобы он их забрасывал, прям забрасывал, такого не было на тот момент никогда. Сейчас он переболел, так, сейчас он слабее, и, казалось бы, там были серьезные проблемы с почками, казалось бы, куда уже тут лезть, так, опять бороться с топами. Вот, но, но, что надо сейчас вспомнить? Он, естественно, разумно сделал, забросил силовой экстрим. Вот, забросил его полностью. То есть, уже это, эти нагрузки исключены. То есть, ему теперь не нужны огромные накачанные бедра, накачанная, там, спина в плане становой тяги и прочее. Не нужно уйму времени тратить на эти нагрузки, на эти тренировки, эти беги с такими огромными чемоданами и так далее, и так далее. Значит, это все раньше занимало огромную массу сил. Вот, теперь он этим не занимается и будет выступать чисто по арбреслингу. Плюс, он тренирует даже только одну руку. Ну, понятно, что невозможно тренировать, поднимая штангу, например, только правую руку. Так, это две. Но там, где нагрузки на одну, он тренирует одну руку. То есть, у него, если сравнить с теми годами, конечно, он был тогда в расцвете, так, у него теперь освободилась масса времени и сил, так, чтобы он мог подняться чисто по арбреслингу, так, и дать серьезный бой. Плюс, он не спешит. Так, Девон Варат очень любит, очень любит внезапно так навязать, можно, быструю борьбу, когда спортсмен не готов, когда у него мало времени, так, и внезапно вызвать его. То недавно, недавно такое было и давно в свое время с Олегом Жохом, если кто не знает историю, как Девон Варат его поборол, тогдашнего мощного Олега Жоха. Так, значит, Олег Жох отборолся в чемпионат мира, провыступал в своей весовой категории, в абсолютной весовой категории. И под конец чемпионата мира приезжает Девон Варат свеженький. Я прилетел из Канады только, чтобы побороться с Олегом Жохом. Олег Жох забитый, отбороться все соревнования. Это, представляете, какая это забитость, так. И тут приезжает свеженький, так, бодренький спортсмен, и это все, ну, куда было отказаться, так, сказать, не волнует, лети назад в свою Канаду. Но нет, он поборолся, но, естественно, в первом раунде он выиграл, во втором он уже стал умирать, так, и в целом проиграл этот рэпфайт. Ну, просто, вот надо же придумать такое Девон Варату, так, и что. Приехать специально в конце соревнования, так и когда спортсмен забитый, вот. Ну, и он часто так использует. Но цыпленком на эти вещи не ведется, он готовится уже полгода, так он себе помалехонько набирает, потом сбрасывает, потом снова набирает, как оно обычно. Вот. И если он наберет даже, даже, скажем так, его организм, его организм, так, потому что это в целом работа гормоналки, работа почек, печени и так далее, если его организм восстановится процентом хотя бы на 90 от того, что было раньше, выдаст тот результат, то Девон Варату будет крайне тяжело. При том, даже, что он очень силен, ему будет очень тяжело. Потому что Денис раньше массу всего качал и в то же время выигрывал арбреслин. Правда, не надо сказать, что он там прям тотально доминировал, и там, как Леван Сагинашвили, например, на топ-8, вот, что ни одного не проигранного просто раунда даже, но выигрывал, выигрывал, вот, и правую и левую руку. Сейчас он скачает исключительно правую, и времени и сил у него намного больше. Если он хотя бы процентов на 90 возобновит свой организм, вот, то Лавату будет очень плохо. Вот. Ну, а почему Денис все-таки может проиграть? Разумеется, зависит от, в первую очередь, от того, насколько подготовится Девон Варат. Девон Варат сейчас прям фонатически, так он фонатично готовится, он прям настроен, прям чуть ли как не последний раз. Но хотя он выдает каждый раз другие видео, то он уже настроен, то он уже такой умиротворенный у них, там, день благодарения в Канаде, он там все. А с Денис, там, не будем напрягаться, там, Терри Пержест как выступает. Но в целом видно, в целом, насколько он фонатически настроен просто победить Дениса. Вот. Денис же настолько не настроен, он спокойно относится, он еще и год назад, когда на это все смотрел, там, Дали Вада и так далее, он говорил, что, ну, если не побежу, то хотя бы дам приличный бой. Так вот, он настроен дать приличный бой, может и настроен победить, но, по крайней мере, не настолько фанатично. Вот. Но может и проиграть, и это для него не будет, прям все, конец жизни, это ж как же я проиграл, там, что ж это такое, так. Проиграет, то проиграет, может через полгода, через год снова еще там файп подготовится, это ж его, он человек спокойный, равновешенный, так. Далее, почему еще может победить? Значит, Девон Варат, Девон Варат, крайне жуткий читер, это просто читерство страшное, вот. Вот, если он тогда боролся с Денисом, там судьи были строгие. Все, никакого сопротивления судьям, никакого ора на судьи, спокойно выставляли руку, выставили, никаких там тебе перехватов, никаких там выкрутов и так далее, если судья показал уже судейский захват. Сейчас он вытворяет чудные вещи, вот, когда он боролся с Геннадием Криквинией, так, это, прям интересно посмотреть этот матч, вот, Геннадий Криквиния и Девон Варат. И, кстати, Варат проиграл, когда он чувствует, что он проигрывает, так, начинается такое фаление, хитрение, он и руку перехватывает, всяко перехватывает, даже когда судейский захват, он все равно постоянно перехватывает, центр перетягивает и так далее, причем залезет, так, стало уже, все, наконец-то выставили ему руку, все, 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 строго выставили, выставили, начинает выправлять плечо, 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 он, и руку тем временем, пока ему плечо управляют, уже перехватил руку, одета, постоянно. Ему судьи говорят плечо, ему судьи говорят, но он начинает орать на суде и психовать. Короче, его язык, его враг, но он очень много добивается вот этими своими спорами, перетягиваниями и так далее. Прям очень много. А в Армасинге, кто знает, захват, это полсантиметра, например, вот так подхватить пальца и все. И сопернику тринет, чуть-чуть перехватить центр и все, и ты уже сдоминировал. Плечо завести, это уже вообще очень выигрышная стратегия. Если будет судейство на этот раз такое, что спортсмен будет доминировать над судьями, что не будет такого, как на других соревнованиях. Начинаешь сопротивляться судье, тебе раз, фул, опять сопротивляешься судье, перетягиваешь, тебе два фула и ты проиграл. Понимаете, вот такое должно быть судейство. Если будет такое, как последние годы, я вижу на этих East and West и других соревнованиях, это триндец. Он будет фалить, он будет перетягивать, он будет утомлять Дениса этими своими пальцами, ему забивать вот этими своими постоянными напряжениями, пока выставят так. Все то, что он хотел делать в предыдущем, на левую руку, но этого ему не разрешали делать. А теперь может быть очень тяжело, если он будет вот так вот хитрить, и судьи это не будут жестко тормозить. Ну, Денису будет тяжело, потому что сам Денис не читер, он привык поставить руку, пусть судьи сделают захват, как положено, и бороться. А тот совсем другое. Ну, и возможно ли победить вообще Деван Варрата? Некоторые же сейчас говорят, что все, Деван Варрата прям мировой чемпион, и с ним невозможно сделать ничего. Но нет, Леван Сагинашвили его борет, причем уверенно разнес его просто так. Вот, Геннадий Кликвиния, не так и давно Геннадий Кликвиния на правую поборол Деван Варрата. Ну, там некоторые спорят, там где-то локоть оторвал, там то все. Но самое главное, что по последнему раунду было видно, что Геннадий Кликвиния просто доминирует, просто доминирует. Когда Девану наконец-то перестали, стали смотреть за плечом, запрещать ему вот это все делать, залезать плечом. В некоторых раундах он стартовал просто вот с такого положения. Если кто не в курсе, в армрестлинге можно залезать плечом до середины стола, а не далее. Но только после старта, на старте плечи должны быть параллельные. А он еще до старта уже так делал. И там раз, конечно, быстро в трицепс он побеждал. Но когда его уже не жестко стали это тормозить, ну, наконец-то в последние раунды, в последнем раунде было видно, что Геннадий проиграв сначала, из проигрышного положения, вытаскивал, вытаскивал варата так, что того просто, ну, без вариантов, без вариантов было. Что мы видим? Что мы видим? Так просто, что мы видим? Все, он залез, он выбил, не до старта, но после старта все-таки залез. Так, и все, и все. Девон умирает, умирает, но Геннадий вытаскивает его обратно. Ну, здесь фолл произошел так, но насколько в выгодном положении залез все-таки Девон после старта, он не совсем до подушки, но в очень выгодной и все. Так, и все. Смотрим, значит, еще раз. Так, это насколько выгоднейшее положение. Так, и он ничего не может сделать, просто ничего. Так, Геннадий его спокойно, спокойно из этого положения вытаскивает. Где хваленая выносливость Девона? Нигде. Вот, и, значит, можно, значит, можно победить варата так. Так, он не есть прям мировой, там, самый сильнейший, так-то, нет. Вот, а насколько будет готовиться Денис, так, уже готовится, так, до какого уровня он будет готов загнать свой организм в подготовке, там нужно очень загониться, или сами грузить себя, и все. И препаратами, так, что уж тут говорить, так, без препаратов очень мощных, там просто никак. Насколько он загонится, и насколько варат загонится, так, это мы скоро посмотрим. Но, если учесть, что сил теперь у Дениса намного больше, так как он забросил силовой экстриме, тренирует только одну руку, то шансы у него довольно высоки. А как будет, посмотрим. Так, стол покажет. Все, всем пока. Рад был высказать свои мысли. Всего хорошего. С вами был Леонид Катрицкий. С вами был Леонид Катрицкий. С вами был Леонид Катрицкий. Продолжение следует...